Тема моей проповеди – «Не мешай Богу». Тема моей проповеди – «Не мешай Богу». Аллилуйя! И это написано 2 Тимофея. Хорошо, что я взял с собой Библию. На всякий случай, я думал, что у нас пишут здесь, и не хотел синодальный брать перевод. Взял только с собой другую Библию. Но сегодня она мне пригодилась. Слава Богу! 2 Тимофея, 2 глава, 3 стих. И мы читаем. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Два других перевода. Пострадай вместе. Пострадай вместе, как хороший воин Христа Иисуса. Очень интересный перевод. Пострадай вместе, как хороший воин Христа Иисуса. Будь готов, еще один перевод, взять на себя свою долю тягот, как верный воин Иисуса Христа. Очень сложное слово, которое переведено нам, переноси страдания. Итак, переноси страдания. Скажи, Иисус, открой мой ум, понимать, что ты хочешь от меня. Когда я нахожусь в страданиях, когда я болею, или у меня нет денег, или на меня говорят злые люди, плохие слова, так, что меня у них угнетает, убивает. Помоги мне понимать тебя в этот момент. Аминь. Аллилуйя. Я понимаю, что здесь есть люди, которые есть у вас смертельные болезни, и доктора вам не могут помочь. И есть болезни, которые хронические, которые постоянно поднимаются и заявляют о себе. И все, что они делают, они пытаются сказать вам, что Бог мертв. Что надо вот по-другому посмотреть на жизнь. Надо вот серьезнее относиться к жизни. Ты несерьезный. Или, может быть, наоборот, тебе стыдно за твоего Бога, в Которого ты веришь, потому что рядом находятся неверующие твои близкие, родные, знакомые, которым ты благовествовал об Иисусе Христе. И вот сейчас пришли трудные моменты жизни, в твоей жизни. И ты смущен, подавлен от тех слов, которые не говорят твои близкие, но которые думают, ты начинаешь видеть, даже понимать, как они думают. И поэтому Бог дает это слово ко всем людям, которые верят в Бога, которые решили стоять за Бога, но испытывают трудности в своей жизни. Поэтому это слово принадлежит тебе. И вот это слово, которое написано «переноси страдания», у нас два слова, да? Но оно состоит из трех слов. И слова эти такие, на арамейском, «син како патнос». «Син како патнос». И означают они, они намного больше дают понимание, которое мы читаем «переноси страдания». Это есть утешение апостола Павла. Немного, прежде чем я подойду к нашей ситуации, хотел бы взять две-три минуты и посмотреть на ситуацию, в которой находился Тимофей. И Павел пишет ему утешение, слова, увещание, которые бы могли поднять этого пастыря Тимофея, чтобы он мог не просто подняться сам, но чтобы и мог повести за собой людей. Ситуация, в которой находился Тимофей, очень ужасная. История говорит, что Нерон, это после того, когда им спалили, и Нерон с ума сошел полностью, по полной программе, и начал свои преследования христиан повсюду. И люди стали от жестоких страданий, мучений, ну, смертные, на смерть. Они отказывались от Христа. И вот молодой пастырь Тимофей, которого Бог поставил в церкви, пастырь Божьейстан, видят, как его соратники, сотрудники перед страхом смерти отказываются от Христа, идут назад в язычество, возвращаются назад. Люди уходят от Бога. Некоторые умирают, ну, очень страшно умирают, казнят их через смерть, нагнелися или звери пожирать. Разные ужасные смерти. И в этом состоянии находится Тимофей. Во-первых, он знает, что он лидер, один из сильнейших лидеров в Ефесе, что за ним охотятся, что для него выдумывают уже казнь, такую, которую никого еще не казнили. И он борется со всеми этими страхами, страданиями. То, что люди, которые стоят рядом, должны были бы поддерживать его, но они отвернулись от сотрудники, отожди в сторону. И Павел пишет ему, сын Тимофей, не смотри на обстоятельства. И нам перевели вот это слово. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Павел говорит этими словами очень много. Нам перевели очень мало. Первое. Сын, син, партнерство, сотрудничество, спаспешники. Это слово еще во 2 Коринфянам, 6 глава, 1-6 стих. В 1 стихе. Оно звучит так. Мы же, как спаспешники, вот это слово, которое здесь отображено, переноси страдания, часть этого слова, звучит вот так, как спаспешники. Или как партнеры. Что это за партнеры? Мы трудимся для Господа, мы работаем вместе, делать вместе. Одну и ту же работу. И мы на самом деле трудимся для Господа, и мы являемся как бы партнерами вместе с Богом. И Бог открывает через Павла, Тимофею, говорит, мы как спаспешники умовляем вас, чтобы благодать Божья, нечетно было принято вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Павел открывает и говорит, Тимофей, ты не один, ты остался в такой ужасной ситуации, и ты думаешь сейчас, что ты один, все оставили тебя? Нет, это все должны пройти через это ради Бога. И точно так, как Бог пришел к тебе, к тебе прикоснулся однажды и дал тебе спасение, точно так благодать Божья в этой ситуации, в которой ты находишься, она не меньше к тебе, она не сократилась. Это просто ты должен посмотреть, невзирая на те обстоятельства, в которых ты находишься, это Бог позволил тебе пройти через это. Бог не оставлял тебя, и Бог не оставит тебя. Поэтому мы вместе, таких, как ты, много, и ты в страданиях сегодня, в каких он находился? Конечно же, это страдания. Когда гонения, вот мы слышали свидетельства. Это намного больше страдания, чем мы думаем. Если бы мы оказались на этом, мы бы молили Бога и сказали, Господи, я бы лучше просто заболел. Просто бы лучше, чтобы за мной ухаживали и все это, чем переносить вот такие страдания. Ну, на долю каждого человека выпадают страдания, через которые мы проходим. Это не от тебя и не от меня. Это не... Мы их не выбираем. Мы угождаем, идем за Богом, мы угождаем Богу, и время от времени Бог испытывает нашу веру, позволяет быть. Помните, на конференции мне очень понравилось, как Коновалов сказал, пастор Коновалов, епископ Коновалов. Он говорит, два периода, народ Божий переживал египетский, да, рабство и вавилонское рабство. И вот мы, бывает, в разном, когда дьявол приходит, и мы как будто чувствуем себя как в египетском рабстве. Другой раз мы как в вавилонском рабстве. Третий, мы просто-просто заболели. И что это такое? Ну как, я же верующий, я христианин, я не должен болеть. Кто сказал, что ты не должен болеть, потому что ты ведущий, и ты веришь, что ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно. То есть, ни одна болезнь не коснется меня. Нет. Это разное слово. Ни одно оружие, сделанное против тебя, не означает, что ты не заболеешь. Это наоборот означает, что ты не умрешь от болезни. Ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешным. Поэтому сегодня тема моей проповеди «Не мешай Богу!» Не мешай Богу! Пойми, мы есть в сотрудничестве с Богом. Борис в сотрудничестве с Богом. Сергей в сотрудничестве с Богом. Нина в сотрудничестве с Богом. Лена в сотрудничестве с Богом. И не только в сотрудничестве с Богом, когда ты здоровый. Не только. Я хотел бы, чтобы мы поняли. Я не только в сотрудничестве с Богом, когда у меня все получается. Когда у меня все плохо, это не означает, что Бог забыл меня. И поэтому Павел пишет Тимофею, говорит, слушай, все плохо. На самом деле все плохо. Все плохо. И может быть даже придется тебе умереть, как воину Иисуса Христа. Может быть. Но ты должен знать. Ты должен знать, как ты был послушен Богу, когда было все хорошо. Точно так. Останься в этих ситуациях, в этих обстоятельствах, которые ужасные обстоятельства пришли. Потому что вот это слово второе, какос. Какос. Оно, дословный перевод, злой, ужасный. Переноси страдания. Первое, партнерство. Или сотрудничество. И второе, злой, ужасный. И это, если два вместе соединит, получится вот такое слово. Стать партнером в ужасной ситуации. Мы привыкли. Помните, я в то воскресенье проповедовал вера в вере о Бога. И там мы говорили, что это 11 глава 1 стих, переводы вот этой Библии. Могу даже напомнить вам, прочитать, как здесь написано, что вера есть залог наших ожиданий. Вета есть залог наших ожиданий. Вета здесь, она начинается с моей надежды. Надежда и упование на Бога. Понимаете? Вета есть залог. И вот когда мы в хорошей ситуации, намного проще им давать этот залог Богу. Показывать нашу надежду, наше упование на Бога. Правда же или нет? Когда ты в вере стоишь, Господи, дай мне 100 долларов. Я верю. Халилуя. Я верю в машину. Я верю. Но когда приходит боль в тело, и стоять и верить, ты веришь, и вдруг боль берет вверх. Вдруг смерть берет вверх. Сатана настолько сильно атакует тебя, что ты просто теряешь веру. И ты автоматически переключаешься на то, и уже ты начинаешь видеть, как ты умираешь, как тебя хоронят, как ты это, как ты все не можешь выдержать это. И ты сдаешься. И вот-вот уже руки опустятся. И идет угнетение разума. То есть ты хотел бы верить, хотел бы думать о Боге, но ты думаешь об этой проблеме, ты думаешь об этой ситуации, и ты не можешь переключиться. И Павел говорит здесь, Тимофей, останься поднётом с Богом даже в этой ужасной ситуации. И потом он говорит, и можно еще так понять, что Тимофей, через такие ужасные ситуации проходят, не только ты проходишь, но проходили люди, остались ответные Богу, но есть люди, которые сдались, оставили, но они не могут быть для тебя примером. Смотри на тех людей, которые прошли и проходят, и еще воздают славу Богу посреди самых ужасных обстоятельств. Послушай, не мешай Богу. Понимаете меня или нет? Вот что Павел говорит, вот это, утешая такое слово, переноси страдания. Переноси страдания. Потому что в этой ситуации, в которой ты находишься, легко согласиться с ужасными обстоятельствами, опустить руки и сдаться. И поэтому Павел говорит, Тимофей, просто умоляю тебя, как ты был послушный Богу, как ты и хранил в сердце Божьи обетования, когда еще не пришло это трудное время на тебя, послушай, продолжай соглашаться с Богом в этих ужасных обстоятельствах. Продолжай. Как ты был наполнен верою от Бога, принимая обетования от Бога. Точно так. Пусть эти ужасные ситуации не позволят Богу отказаться от этих обетований. Согласиться с теми людьми, которые не верят в Бога, которые стоят рядом с тобой и говорят, ну где твой Бог? Где твой Бог? Ну почему твой Бог не исцеляет? Может быть, они не тыкают пальцы, может быть, ты не услышишь их слова, но это то, что выражают их действия и приниживают твое упование на Бога. Я хотел бы, чтобы меня сегодня услышали все, чтобы оказались, если ты уже в этой церкви, чтобы ты оказался добрым воином Иисуса Христа, зная, что нам предстоит сражение впереди. Эти сражения, которые предстоят впереди, это не потому, чтобы унизить нас, чтобы растоптать нас, это чтобы мы получили величественную награду во Христе Иисусе. Чтобы мы могли, взирая на подвиг нашего Господа, Иисуса Христа, оказаться достойными этому нашему Спасителю, оказаться просто достойными, потому что исцеление, изменение этой ситуации не зависит ни от тебя, ни от меня. Апостол Павел пишет Тимофею, Тимофей, пойми, да, ужасное обстоятельство, мы находимся, я соглашаюсь с тобой, да, таких, такой ситуации мы с тобой еще ни разу не находили, но я умоляю тебя, не остановись, не сломайся, не опусти руки. И вот это второе слово, патнос, умственное страдание, возьмись или, дословно, третье слово, да, умственное страдание, то есть, то, что, ну, когда ты в проблеме, допустим, тебе надо платить кредит, тебя выгоняют с квартиры, а воды нету, да? Сбегайте кто-нибудь в магазин, пожалуйста. А, есть, да? Ой, спасибо. Спасибо, Саня. Может, ты научишь служить, брата. Ой, Господи, в годе пересохло просто. Аллилуйя. Сатана, Сатана не хочет, чтобы мы здесь поняли силу Божью в нашей жизни. Исцеление или не исцеление? Вот свидетельство. Вот, Галя, я не знаю, рассказала, я здесь был немного с теми, когда этот на бакалаврах, что проповедовал, учил и говорил за свою жену, что жена вот эта больная была. Они призвали, помолились, лягли спать. Ты говорил это? Рассказывался? Они лягли спать и среди ночи жена, там, служители пришли, поняли, что это уже серьезно, начали молиться, помолились, и она лягла спать. И среди ночи она там, или под утро толкает, говорит, слушай, возлюбленный, Бог исцелил меня, а возлюбленный под утро крепко спит. И говорит, не мешай, исцелил, иди работай. И она говорит, послушай, меня Бог исцелил, я здоровая. Он говорит, ну хорошо, не мешай, дай поспать. Короче, она не стала мешать, он спит, потом просыпается, она посуду моет и поет, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Он говорит, ты что делаешь? Он молился за нее. А потом, ты что делаешь? Тебе нельзя. Он говорит, я же тебе сказала, Бог меня исцелил. Как Бог исцелил? Да, Бог меня исцелил. Так, мы не знаем, но мы делаем все, продолжая, как мы бы поступали в послушании Богу. Мы приняли Его Слово, и любые обстоятельства, они не сдвинут нас назад. Они не скажут, нет, это слово неверно. Обстоятельства, или испытания, которые выпадают на нашу долю, на нашу долю, они лишь дают и помогают нам приобрести еще большую награду. Аллилуйя. Аллилуйя. Первое, это партнерство, сотрудничество. Второе, это злой, ужасный. Третье, это умственное страдание. То есть, когда мы проходим через трудности, первое, почему люди опускают руки, они сдаются в своем страдании ума. Они сдаются. Я начал говорить, взял ты кредит, с дома выгоняешь. Тебе говорят, надо молиться. Ты приходишь на молитву, молишься, и ты видишь, как тебя уже выгоняют. с дома. Как ты уже все вещи, и ты говоришь, я молюсь, я пытаюсь. Но эта молитва, которой ты молишься, она не нужна. Тебе надо взять себя в руки. Возьми себя в руки. Павел говорит, сын Тимофей, возьми себя в руки. Продолжай угождать Богу. Возьми себя в руки. То есть, продолжай в этой ситуации, угождать Богу. Твое послушание Богу не должно зависеть от плохих или хороших обстоятельствах. Твоя готовность следовать за крестом при любых обстоятельствах, произведет перемены в тебе и в твоем окружении. Это дай аминь. Это дай аминь. Люди, которые оставались советными Богу на грани смерти. На грани смерти. Вдруг они видели славу Божью. Помните, я говорил за китайца, за того. Он, который я прочитал книгу, я не помню как. Человек с неба. Если вы ее не прочитали еще, прочитайте. Очень поможет. Если ваша вера шаткая такая, вы ожидаете от Бога и скажете, Господи, ну я пришел в церковь, вот тут же два года хожу, не могу получить исцеление. Ну почему? Прочитайте эту книгу. Этот человек, он говорит, что я верил в Слову Божию и всегда я так хотел, чтобы сила от Бога, помощь от Бога пришла немножко раньше. Говорит, потому что немножко раньше такие боли я должен был переносить, такие страдания. Говорит, у меня топтались на голове, меня били ногами и было, вот-вот я мог сдаться. Я сцепив зубы, говорил, Господь, я верю, ты обещал, что ты не оставишь меня, что в любой ситуации ты придешь ко мне. И вдруг я не мог понять, как все менялось. Меня били, я ничего не слушал, я улыбался. Помните, как Сафидин рассказывал? Говорит, его бьет карабист, такой мягкий, зашел и бьет. А он, говорит, мне как будто это, он меня, мне жадко, говорит, у нас там же в Узбеке, где он там, в Таджикистане, жара, он как будто на меня дует, стоит. Он бьет меня, а я улыбаюсь, говорит, ну давай, давай сильнее, потому что, когда он слабо, тогда он как бы слабо дует. Чем сильнее бьет, тем, говорит, мне лучше становится. И он упал уже в изнеможении, этот человек, перепуганный. Но до этого все терпели боль. Никогда Бог не опаздывает, но никогда он и раньше не приходит. И этот китайец говорит, как бы я молил Бога, чтобы он чуточку раньше приходил. Но так всю жизнь я не мог дождаться. Я терпел боль. Когда мне, говорит, загоняли иголки под ногти, когда их крутили на ногах, доставили. Говорит, такая боль, что хотелось не только отказаться от Бога, а проклясть Бога. Вот такое я кричал, Иисус, я все равно люблю тебя. И, говорит, на третьем где-то ногти я чувствовал, как тепло от Бога. И уже я боли никакой не чувствовал. Зачем? Он говорит, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Переноси страдания, как добрый воин. И вот здесь я хотел бы продолжить в этом переводе. Интересно тоже слово. воин в походе не отвлекается ни на какие житейские дела. Он думает лишь о том, как угодить призвавшему его на службу командиру. Очень интересное слово. Настолько доступно, понятно. когда мы находимся в этих страданиях, мы должны оставаться воином. Мы не имеем права продолжать плакать, ныть, сожаление вызывать или что-то там пытаться манипулировать вниманием людей, потому что мы отодвигаем волю Божью. Он говорит, никакой воин. А я знаю, что слово Божье учит нас, что мы есть воины Иисуса Христа. Что это не Яковлев воин, не жена Яковлева воин, не Александра и Маргарита. Это все, которые приняли Христа, мы являемся воинами Иисуса Христа. Я есть воин Иисуса Христа. И поэтому Павел использует это слово, потому что в римское время воины, они исповедовали полное посвящение перед всеми людьми. что они ни при каких обстоятельствах не станут заниматься делами житейскими, пока мисс они воины Рима. Вот это слово. Это было тогда такое слово. Они исповедовали, как клятву, клятву в Советском Союзе давали, что я буду убивать и папу, и маму, если только мне прикажет мой командир. В Советском Союзе такая клятва, немножко замаскирована, но это клятву. Когда в армию призывали, поэтому верующие не принимали присягу и их пускали в разные, ну, смотря куда. Но в Риме было такое. И поэтому Павел говорит, а мы воины Иисуса Христа. И поэтому воины Иисуса Христа, когда проходит через страдания, он не может отказаться. Он что продолжает делать? Как он думает лишь о том, как угодить призвавшему ему его на службу командиру. Он продолжает. В любой ситуации, я хочу сказать еще заново, не мешай Богу в твоем исцелении. Ты ожидаешь исцеления от Бога, ты проходишь через трудности, продолжай соглашаться с Богом. Для этого тебе поможет лишь одно. Ты можешь взять кассеты, взять проповеди, даришь мнение, я не могу читать, тогда проповеди возьми, поставь, и пусть они тебе говорят о силе Бога. И начинай соглашаться с этим словом. Я соглашаюсь. Все, что мы поняли, как Бог действует, это я прочитал 11 глава, евреям, вера есть залог наших надежд и проявления вещей еще невидимых. Все начинается, когда мы даем этот маленький залог. Мы действуем, мы вкладываем, а как мы вкладываем? мы вкладываем в то, что Бог, что мы слышим от Бога. Бог, ты не оставишь меня. Слово твое говорит, я соглашаюсь с твоим словом, я верю в твою силу, и я соглашаюсь и смиряюсь. Если ты хочешь, чтобы я умер в этой ситуации, я согласен, я хочу исполнять волю твою, лишь бы мои близкие были спасены. Во имя Иисуса Христа, если ты не боишься смерти, смерть не может взять тебя. Если ты не боишься смерти, это значит, ты согласился с Богом. Это маленький твой залог. Как только ты соглашаешься со смертью, не с той смертью, которая приходит, и она говорит, ты все, и ты опускаешь руки. Понимаете меня или нет? Те, кто умер дали, я думаю, понимают. Те, кто находился на грани смерти, те понимают. Когда дьявол пытается опустить твои руки, но ты соглашаешься со Словом Божьим, и ты соглашаешься с Богом, и говоришь, Господь, я с радостью желаю исполнить твою волю, да будет воля твоя. Во имя Иисуса, Слово Твое говорит, Тимофей говорит, ой, Бог через Павла говорит Тимофею, и говорит, Тимофей, если надо от своей жизнью, но остаться верным Богу, да поможет тебе Господь. Не опускай руки, возьми себя в руки, не ной, не пищи, не вяжи, соглашайся с Богом, даже до смерти. Бог остается Богом в моей жизни только тогда, когда я соглашаюсь с Ним в своем сердце. Только тогда, если я перестаю соглашаться с Его Словом, на самом деле, дьявол или атаки дьявола берут вверх. Никогда дьявол не сможет взять вверх, если ты согласен с Богом. Какая бы ситуация не была в твоей жизни, болезнь, скорбь теснит тебя, одолевает тебя, рак одолевает тебя, спит одолевает тебя, сейчас очень много туберкулез одолевает тебя. Это вообще не означает, что он может победить тебя. Если твои близкие проходят через эти трудности, ты тот человек, который может стоять рядом, уповая на Слово Божье, сокрыв Слово Божье в своем сердце, но стоять рядом, как апостол Павел Тимофей и говорит, во имя Иисуса Христа, и так, стой в вере, возьми себя в руки, возьми себя в руки, не сдавайся, и Бог не оставит. Во имя Иисуса. Я верю, что на этом месте есть люди, которые сегодня переживут ту силу Божью. По одной причине, что вы уже согласились в сердце своем, да будет воля твоя, Господи, твоя воля, да будет, во имя Иисуса Христа. Вам было трудно, но вы не сдались. Вы даже падали, было время, что вы опускали руки, но вдруг вы опять вставали. Нет, 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 и атаки дьявольские никак не могут взять верх вашей жизни. Сегодня день твоего исцеления. Сегодня. Мы согласились вместе, и это было на молитве, Бог проговорил, сказал, надо это сделать, просто я увидел, надо это сделать, надо помочь, потому что твои близкие, как вот это свидетельство с Крыма, Бог исцелил ее, еще недостаточно близким, Бог исцелил ребенка, и стало достаточно. У Бога есть план, это мы думаем, Бог исцелил меня, ну почему, почему? Бог хочет не только, чтобы ты был исцелен, но чтобы ты стал дальше послушный Богу. возложил от руки на ребенка, благословил, и Бог сотворил чудо. И из залога надежды пришло убеждение веры. Что такое вера? Это убеждение до смерти. Если я верю в Бога, воистину, если я не надеюсь на Бога, я убежден, как молодой человек, который в ранее христианстве был поставлен перед судом, перед судьею, и судья говорит, до меня дошли слухи, что ты говоришь, что ты веришь, что небо принадлежит тебе, а если ты ошибаешься, на что молодой человек ответил, я знаю, что я в своей жизни был верный Богу, и я знаю дальше, что если я был верный в жизни Богу, то Бог будет верен и мне в своей жизни, на что его еще больше взбесило. судью. Она говорит, ну если ты ошибаешься в своей вере, а если ты неправильно думаешь, она говорит, я не думаю, я знаю. Вера, она знает, и не разумом, а почками, селезенками, всеми твоими внутренностями. вера, она знает, что Бог не оставлял тебя, когда ты был здоровым, тем более Он не оставит тебя, когда ты больной. Но, почему Бог медлит? Он желает увидеть, достойен ли ты неба, достойен ли ты награды, которые Он приготовил для тебя. Потому что я читал в Библии, может и ты вместе со мной читал, что победители, которые были верны Богу до смерти, разделят престол на небесах с Иисусом Христом, воссядут на престоле славы. Не все верующие воссядут на престоле славы, но те, которые верны Богу даже до смерти. Когда человек понимает это, когда человек начинает верить и убеждение его настолько, что он не соглашается отступить даже до смерти, все, смерть убегает. Все убегает, потому что ты уже соединен с Богом вечно во имя Иисуса Христа.